Вот в своё время я постоянно говорил, господа, не ходить на выборы это неправильно. Ты-то уверен, что своим непоходом на участок ты что-то там бойкотируешь? Ты типа отказываешься принимать участие в этом балагане, поскольку в списках нет твоего кандидата? Ну что, да бойкотировался? Сейчас в списках вообще никакого кандидата нет, кроме кандидата от власти. И в общем на твой голос всем наплевать, он не нужен. Придут единороссы, проголосуют за своего, даже если их полтора человека придёт выборы, всё равно признают состоявшимися Welcome in USSA в худшем его проявлении. Начинаем! Тренд нынешних выборов. По всей стране в регистрации отказывают всем, без исключения независимым кандидатам, просто заворачивают и привет. Подписи, мол, которые вы собрали, вызывают сомнения. Гуляй, Вася! Или ещё смешнее. Ой, а мы потеряли ваши подписные листы, простите. Но раз нет листов, вы не сможете стать кандидатом. А вот то, что вы увидите дальше, это в принципе на анекдот похоже. Вот 12-е решение органа политической партии Съезда и Нового общественного объединения. Вами получены 4 штуки. И подпись вашего секретаря. А дальше идёт там ваша подпись. Получается, я вам его сдал. А вы меня извещаете якобы о том, что это решение отсутствует. Ну, потому что мы обязаны вас извещать обратить. Так как оно может отсутствовать, если ваш секретарь и вы сами подписались о том, что вы его приняли? Документы, которые были получены с бюджетной комиссией, те получены. Вот так вот в Ленинградской области идёт избирательная кампания. То есть человек пришёл, я, говорит, вам сдавал же регистрационные документы. И вот ваша подпись, что вы их приняли. Вот печать. Да, подпись моя. Да, печать наша. Но ничего я у вас не принимал. Ни о каких документах не знаю. Обалдеть. А это уже Москва. Я президент имею права, не стихи. Да что я не брал? Да не брал. В кадре моя коллега и юрист штаба Навального Любовь Соболь. Девушка заявилась для участия в выборах в Мосгордому. Сдала в избирком подписные листы и встретилась со своими сторонниками. Как кандидат в период избирательной кампании она имеет на это право. Ну должен же человек как-то кампанию вести, агитацию. Это нормально. Во всём мире так делается кандидаты. Встречаются с избирателями. Рассказывают им о своей программе и так далее. Что мы видим в данном случае. Появляются сотрудники полиции и задерживают женщину. На каком основании? Что она нарушила? Да какая разница. Команду сверху дали и всё. Тем более у нас же существует замечательный закон о митингах. Больше трёх не собираться. Ну так силовики его трактуют во всяком случае. Хотя при чём здесь митинг? Ещё раз. Пришли кандидаты к зданию МОЗ Гор избиркома. Некоторым из них уже отказали в регистрации. Мол, мы не верим, что за вас могло столько людей подписаться. Привели кандидаты с собой людей. Вот, мол, они чё, верить или не верить? Вот вам люди. Как отреагировали на это представители власти? Да как обычно. Один за всех! Субтитры делал DimaTorzok Появляться смогут только элиты, как было в крепостной России. Это реальная журналистика. В стране рабов, в стране господ. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А вообще вот сейчас мы можем в очередной раз убедиться, насколько плохо, когда власть сосредоточена в руках одной политической силы. Не в первый раз мы наступаем на эти грабли, однако россияне народ упертый. Поэтому продолжают с упорством идиотов по тем граблям ходить, Почему плохо? А потому что если вся власть, еще раз, принадлежит только одной политической группе, такая власть начинает обслуживать исключительно свои собственные интересы. И плевать эти ребята хотели на простых смертных, что мы, собственно, и наблюдаем несколько последних лет. Достаточно вспомнить, ну, хотя бы историю с пенсионной реформой. Подавляющее большинство населения страны тогда выступило против этой реформы. Ну, про даунов и пофигистов мы сейчас не будем говорить. А что в итоге? А в итоге прошу отнестись к этому с пониманием. Попытались соблюсти какие-то формальности. Мол, мы отправили же законопроект на согласование в регионы, типа, с людишками посоветоваться. В регионах прошли какие-то публичные слушания даже. Оказалось, что россияне это дело только приветствуют. Кто, где, какие публичные слушания проводил, одному богу известно. Хотя почему только богу мне тоже известно. Отправили бумаги по администрациям, по бюджетным учреждениям с приказом, чтобы все сотрудники по Дону им подписались. Все! Бумажки вернулись в российский парламент. Первое, второе, третье чтение и вуаля! А вы там протестовали, да? В проведении референдума требовали. Пусть Путин вызовет своих лучших друзей! Бексельберга, Усманова, Абрамовича, Дерипаску и так далее! Пусть они скинутся на пенсионную реформу! Правильно? Да плевать на вас! Не забыли, как поэтично сказала Памфилова. Простые граждане не специалисты в подобных вопросах блеск. Или историю полуторамесячной давности. Давайте вспомним, ну когда у нашего всенародного любимца Владимира Владимировича рейтинг доверия грохнулся аж до 30%, хотя даже эти цифры, я думаю, натянули, что случилось дальше. А дальше в Кремле начали топать ногами, метать и молнии. Авторы обидного для главаря опроса в ЦИОМ буквально за одну ночь изобрели какую-то новую методику подсчета голосов и на утро. 30 неприятных процентов превратились в красивые 73. Вот что бывает, когда государством управляет одна единственная группировка. Нет, конечно, кто-то мне сейчас обязательно возразит. Ладно врать-то! У нас во всех парламентах от 3-4 до 5-6 партий представлены, и даже в структуре исполнительной власти есть оппозиционеры. Вот только все это сказки для дурачков. Сами посудите, что толку от того, что в законодательном собрании ЭНСКО какого-нибудь из 30 депутатов целых 5 оппозиционеры, остальные-то 25. Ребята из Единой России, как то законодательное собрание будет работать правильно? Всегда в одни ворота, хоть Навального туда посади. А еще невозможность хоть как-то повлиять на власть приводит к тому, что однажды коррупция приобретает чудовищные масштабы. Что мы с вами опять же наблюдаем сегодня? Страну растаскивают по частям. 97% всех богатств одной шестой части суши принадлежат узкой группе людей, и как-то это изменить невозможно. Ну кому ты пойдешь жаловаться, например, на мэра-коррупционера? Губернатору, который того мэра мэром назначил? Самому не смешно? Но, блин, у нас сегодня уже никто не удивляется тому, что самые богатые люди в стране это чиновники. Ни один бизнесмен столько не имеет, сколько чинуша. У нас любой чиновник миллионер. Если говорить о чиновниках федерального уровня, долларовый миллионер, а ты никто. Вот вам для наглядности еще один пример. Пожалуйста, в Подмосковье минувшие выходные. Останавливайтесь! Жители Ликино-Дулево вышли защитить свой лес. Там собираются сделать мусорный полигон площадью в 37 гектаров. Выгодоприобретатель известен. Сын генерального прокурора России Чайка-младший. Как думаете, станут ли в данном случае искать справедливость правоохранительные органы? И вообще, вот сейчас под занавес хочу сказать одну вещь. Часто слышу этот бредовый лепет, мол, ну эти-то уже наворовались, а вот придут новые, голодные. Вы серьезно так думаете? А вам не приходило в голову, что вот у этих, которые типа наворовались, детишки подрастают, семьи расширяются, и все эти детишки тоже кушать хотят? Вон, был у нас в политике один Патрушев, Николай, секретарь Совета Безопасности, сейчас два. Сын назначен недавно министром сельского хозяйства, а ведь у сына Патрушева тоже отпрыски растут, продолжать. Все, это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok